С утра хмурится небо, накрапывает дождь. Но вот здесь очень хорошо у тебя получилось. Такое предложение сложное, посмотри. Тему для своего победного сочинения Полина Ротова тоже выбрала непростую. В основном школьники писали про своих ветеранов. У Полины они есть, но ее тронула другая история. Про небольшую белорусскую деревню Хатынь, которую в годы Великой Отечественной войны уничтожил карательный отряд. Сожгли почти 150 жителей, половина из которых дети. Живыми остались всего несколько человек. Один семинетный ребенок выжил. Он был под мамой до конца этой разрухи. У него было ранение только по ноге. Он выжил все-таки. Полина призналась, что когда писала свое сочинение, то невольно наворачивались слезы. В голове она прокручивала те страшные события и даже представляла себя на месте ни в чем невинных детей. Возможно, именно поэтому работа получилась настоящей и без фальши. Каждая строчка вот этого сочинения, она призывает, побуждает к действиям, к действиям, направленным на то, чтобы в сегодняшнем мире прекратить фальсификации нашей истории. Всероссийский конкурс сочинений проходил в несколько этапов. Полина прошла региональный, а после работу отправили в Москву. В итоге первое место в номинации за международную значимость представленной темы. Я считаю, что для нашей 40-й школы это очень значимо. Среди других городских школ таких победителей в этом конкурсе нет. И всего три человека из Алтайского края приглашены в Москву. Мы очень рады и счастливы. В столице пройдет торжественное награждение финалистов. Оно состоится в Музее Победы. Полина Ротова приглашена туда вместе со своим учителем по русскому языку и литературе Надеждой Шестаковой. Хотя изначально поездка в Москву была под большим вопросом. За проживание и питание платят организаторы. А вот перелет за свой счет. Полина из многодетной семьи. И такой суммы нет. За поддержкой обратились к Андрею Абрамову. Причем вышло это совершенно случайно. Надежда Шестакова обратила внимание на открытку, которую получила от депутата АКЗС накануне Дня Учителя. Андрей Александрович сумел исполнить самое заветное желание Полины Ротовой. Мама Полины тоже выражает огромную благодарность. Она счастлива за свою старшую дочь, которую 9 мая встретит в Москве на Красной площади и станет участницей главного парада Победы. Полина уже собрала чемодан, куда положила наряды на каждый день, а также туфли на каблуках. И, конечно, не забыла про Георгиевскую ленточку. А еще для себя решила, что обязательно подойдет к ветеранам и скажет спасибо за победу. Евгений Плохотин, Иван Зяблицкий. День с толком. День с толком.